Ереван в очередной раз выступил с необоснованными претензиями и открыто провокационными заявлениями в адрес Азербайджана, пытаясь тем самым традиционно ввести международное сообщество в заблуждение. О деструктивных действиях Армении, которые никоим образом не служат установлению мира в регионе, поговорим с заместителем директора Центра исследований Южного Кавказа Фуадом Чараговым. Он на прямой связи с нашей студией. Фуад Малим, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Фуад Малим, как вы считаете, происходящее в регионе, через какую призму на эти события смотрит Армения, учитывая последние заявления главы внешнеполитического ведомства этой страны, в частности о том, что целью Еревана является мир и безопасность в регионе, поскольку именно Армения до сих пор создает препятствия в плане реализации тех предложений, которые выдвигает Азербайджан в направлении обеспечения мира и безопасности в регионе. И вот армянская сторона продолжает провокационные высказывания против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, причем всеми доступными средствами. Да, действительно, думаю, и к сожалению, мы уже привыкли, особенно в последнее время, к противоречивым и провокационным заявлениям официальных лиц Армении. Мы были бы удивлены, если бы увидели непротиворечивые позиции, конструктивные заявления, утверждения, совпадающие с реальными делами. К сожалению, мы не видим адекватной оценки фактически такой деструктивной позиции к переговорному треку со стороны Армении, со стороны международного сообщества. И, к сожалению, Армения, думаю, таким образом хочет, так кажется, что хочет вернуться к своей тактике пролонгации конфликта до 44-мирной войны, которую они вели в это время. Некоторые наблюдатели объясняют это внутренним давлением радикальной реваншистской оппозиции. Однако, я думаю, в большинстве случаев очевидно, что действующая власть просто пытается использовать этот нарратив как предлог, чтобы избежать достижения мира, всеобъемлющего мира. Другие комментаторы считают, что правительство Армении стремится все заморозить и создать такой некий какой-то статус-кво, пока для Армении не наступят лучшие времена. Какие-то геополитические изменения могут создать для Армении более благоприятные условия. Или кто-то придет, просто спасет Армению, или будет просто воевать против Азербайджана, за Армению. Это очень упрощенный и глупый подход, и в то же время очень опасная политика для Армении. Как неоднократно заявлял наш президент, Азербайджан не будет следовать такой политике Армении. Есть определенные предложения со стороны Азербайджана, с определенными сроками и временными рамками. Если Азербайджан в конечном итоге не увидит конструктивные позиции Армении, то Азербайджану придется действовать соответственно. Ф. Вот те слова, которые произнес глава МИД Армении, в частности я цитирую фразу «власть Нагорного Карабаха». Они свидетельствуют о том, что Армения до сих пор, несмотря на нарушение норм, принципов международного права, также пражского и сочинских соглашений, не отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. К чему и куда могут привести армянскую сторону вот это упорство, с которым она отрицает очевидные уже для всех вещи? К сожалению, опаздывая, я, как уже сказал, такого рода заявления являются частью умышленной, деструктивной политики к переуговорному процессу. Последние 30 лет Армения пытается обмануть и ввести заблуждение международного сообщества в историях отдельной так называемой Нагорно-Карабахской республики или какой-то другой республики, чтобы прикрыть свою оккупационную политику. Ни для кого не секрет, что режим в Карабахе – это даже не марионеточный режим. Это просто оккупационный, незаконный оккупационный режим, незаконно установлен на территории Азербайджана. Достаточно взглянуть на официальный государственный бюджет Армении. В этот год они планируют дать этому режиму 400 миллионов долларов США. Будет выделена вот такая сумма. Но если они говорят, что это отдельное какое-то другое государство, пусть прекратят финансировать этот режим и выведут армянские вооруженные силы, незаконно находящиеся на территории Азербайджана. И тогда мы увидим, насколько этот режим независимый, и насколько там есть какая-то отдельная республика или государство. Я думаю, должна быть адекватная реакция международного сообщества такого рода заявления. Мы в прошлом неоднократно, когда предупреждали, что вот такие заявления ни к чему нехорошему не приведут, все в конце было так, как мы и говорили. Если такой... Ну, опять же, я так вижу, что такого реакции, адекватную реакцию со стороны, к сожалению, международного сообщества, мы опять не увидим. Фуат Чирагов, большое вам спасибо за комментарий. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был наш гость, заместитель директора Центра исследований Южного Кавказа Фуат Чирагов. Продолжение следует...